Разобраться в разнотравье Разобраться в разнотравье нелегко, но еще сложнее простому, невооруженному специальными знаниями человеку разобраться в дикорастущих травах из семейства злаковые. Почему? Да потому, что все травы этого семейства нам кажутся одинаковыми. Вот и эта трава практически не отличается от других подобных ей растений. Плевел многолетний или райкрас английский принадлежит к луговым многолетникам или однолетникам, образующим густые дерновины, но без ползучих корней. Корневая система английского райкраса мочковатая, поэтому очень хорошо развивается в пахотном слое. Трава полуверховая, быстрорастущая, рыхлокустистая. Плевел образует короткие бесчисленные побеги, на которых появляются ярко-зеленые, очень нежные, блестящие листики. Растение достаточно высокое. Его высота варьируется в пределах 40-80 см. Стебли у травы прямостоячие, хорошо облиствленные, тонкие. Листья узкие, блестящие, темно-зеленые сверху и более светлого оттенка снизу. Ширина листа не более 4 мм. Длина около 20 см. Соцветие дикороса прямостоячий сложный колос с колой гладкой осью, вырастающей до 15 см в длину. Колоски на оси располагаются по одному и очередно. В каждом таком колосе расцветает от 4 до 10 цветков. Но цветет растение лишь со второго года жизни, с июня и до сентября. Общая продолжительность жизни у травы не более 4-5 лет. Плод у травы – зерновка. Плодоношение начинается в июле, а заканчивается в октябре. Трава имеет огромнейший ареал распространения. Это вся Европа, не считая Арктики, Передняя Азия, Северная Африка и ее восточные районы, Западная Сибирь. Такие просторы были у дикороса еще до того, как траву стали широко применять в народном хозяйстве. В настоящее время с уверенностью можно утверждать, что это растение можно встретить практически в каждом уголке нашей планеты, не считая зоны вечной мерзлоты и необъятных заснеженных просторов Арктики и Антарктиды. Плевел многолетний сегодня можно встретить как на газонах, где его культивируют, так и в дикой природе, на лугах, дорогах, в лесах, пустырях, свалках. Плевел многолетний – это растение, которое в народном хозяйстве используется очень часто. Трава принадлежит к ценным кормовым пастбищным культурам. Мало того, что траву специально сеют на пастбищах, так ее еще и специально выращивают для производства сена. Трава отличается повышенной стойкостью к вытаптыванию и уплотнению почвы. А интенсивный выпас скота на райграсовых пастбищах только усиливает их пустистость. Растепливел многолетний предпочитает на сухих, легких почвах или на плодородных и не кислых грунтах. Не выносит трава затопления весенними паводками, засухи, морозов и очень чувствительно к последним весенним заморозкам. Английский райграс считается газонной травой. А все благодаря его повышенной устойчивости к механическим повреждениям, изнашиванию, а также к быстрому отрастанию листвы и побегов. Именно этот вид газонной травы рекомендуют использовать для луговых либо спортивных газонов. Часто его сеют для укрепления эрогированных почв. Именно на основе дикорастущего райграса было выведено множество новых сортов травы, которые уже во многом могут отличаться от своего предка. Плевел считается сорняком, так как при неправном уходе может стать агрессором, вытесняя из полей сельскохозяйственные культуры. О лечебных качествах травы известно мало. Фармакологическая промышленность пока не исследовала эту культуру. Но в России траву включили в Государственный реестр лечебных трав. Плевел многолетний входит в состав препарата иммунобиологического воздействия под названием аллерген из пельцира и граса пастбищного. Единственное, о чем нужно помнить людям, которые имеют райкрасовые газоны, это то, что пыльца плевела считается аллергеном. Но при своевременном уходе за газоном проблем со здоровьем не возникнет. Ведь уже давно известно, что пыльца растения может стать причиной аллергического ринита, отека слизистой горла или носа, удушья, зуда, шелушения кожи, покраснения, герматитов, экземы, боли в животе, тошноты, разных нарушений в желудочно-кишечной системе. Вот почему аллергики должны аккуратно выбирать сорт травы, которую им можно сеять на газоне. Субтитры создавал DimaTorzok